Когда Лида выгоняла мужа, лентяя выпивоху и скандалиста, из своей квартиры он кричал, «Не умеешь ты ценить людей! Да кому ты нужна, баба с прицепом?» Сказать правду, у Лиды было трое детей – восьмилетний Игорь и близняшки пяти лет Люба и Люда. Спросите, зачем столько детей нарожала при таком муже? Сначала все было иначе. Да, Игорь был всегда с линцой, но спиртным не увлекался. Скандалить не любил, и Лида руководила им твердой рукой, направляя в нужное русло. Это было до тех пор, пока его мать не поселилась рядом в соседнем доме. Она стала часто приходить к сыну и постоянно критиковала сноху. Особенно, по ее мнению, неправильно вела себя Лида по отношению к мужу. «Муж – главное лицо в доме, ему первый кусок. Ну и что, что ты тоже работаешь? К приходу мужа обед должен быть готов, рубашки должны быть наглажены. После работы он имеет право отдохнуть, а не женскими делами по дому заниматься». После посещения матери Игорь начинал огрызаться на замечания жены. Отказывался помогать по дому, кричал на детей. Потом стал приходить домой выпившим. Сначала редко, потом чаще. Но и тут свекровь встала на сторону сына. «Мужчина должен расслабляться, а то с такой женой можно и с ума сойти». Лида с таким положением дел мириться не хотела. Выговаривала мужу. И Игорь вдруг стал агрессивным. Нападал на жену, размахивал руками, орал так, что слюна в разные стороны летела. Дети испуганно жались по углам. Свекровь тоже испугалась такого развития событий и притихла. Но механизм был уже запущен. Лида потерпела год. Все ждала, что жизнь наладится. Но когда Игорь уволился, а новую работу искать не торопился, ее терпение лопнуло. Она развелась и отправила его к маме в ее однокомнатную квартиру. Свекровь пыталась уговорить Лиду вернуть мужа. А потом требовала и даже ругалась. Но Лида была непреклонна. Она понимала, что дальше будет только хуже. А что касается этого прицепа, то ее дети вовсе не прицеп, а большая радость и счастье. Так Лида начала свою независимую жизнь. Да, было нелегко. Хотелось и любви, и надежного человека рядом. Игорь быстро забыл о детях и вновь женился. Они вместе с новой женой проводили уютные вечера за рюмкой. Несколько раз в жизни Лиды появлялись мужчины. Она думала, что вот, наконец и на ее улице будет праздник. Мужчины все как один заявляли, что ребенок не помеха. Они готовы стать ему отцом. Но узнав, что детей трое, мужчины испарялись. И Лида решила, что такова ее судьба. И не нужно ее искушать. Женщина занялась воспитанием детей, работой и больше не строила никаких планов. Иногда к ней приезжала старшая сестра Ирина. Ей хотелось, чтобы у Лиды была полноценная семья. Ирина видела, как сестра устала тянуть одна детей. Она купила Лиде путевку и забрала детей на каникулы. А Лида поехала в санаторий. Первые дни она отсыпалась, купалась в море, просто гуляла. Вечером разговаривала с детьми по телефону, убеждаясь, что у них все хорошо. Там Лида заметила, что на нее обращают внимание мужчины. Но она не собиралась заводить курортный роман, зная, чем все это может закончиться. Как-то сосед из номера напротив спросил ее, а вам не скучно все время быть одной? Совсем не скучно, улыбнулась Лида, ведь у меня дома всегда шумно, а здесь я просто наслаждаюсь тишиной. А почему у вас шумно? Потому что у меня трое детей. Лида решила сразу расставить все точки над И. Так вы счастливый человек, воскликнул мужчина и добавил. Меня зовут Платон, а я Лидия. Она видела, что мужчина старше ее, потом спросила, а у вас дети есть? Есть, сын, он взрослый, учится за границей. Ого, вы, видимо, богатый человек, что же вы делаете в этом санатории? Я простой инженер. Мы с женой откладывали деньги с самого рождения Арсения на обучение за границей. Вот теперь я воплощаю свою мечту. Только жена не дожила до этого. Погибла в ДТП. Простите, смутилась Лида. Ничего, это было пять лет назад, ответил Платон. С этого дня они стали часто гулять вместе. Выяснилось, что они из одного города. Платон просил Лиду рассказать о детях. Она охотно делилась с ними историями из жизни детей. Оставался последний день перед отъездом. Обоим было грустно. Лида, а зачем нам расставаться? Я знаю твоих детей, как будто жил с ними вместе много лет. Неужели тебе нужна баба с прицепом? — усмехнулась Лида. Нельзя так говорить о детях. Ведь они — наше повторение. А я люблю тебя и хочу жить с тобой и с детьми. А как же твой сын? Он не будет против? Я разговаривал с Арсением по телефону. Он не против. Он даже рад. После приезда домой Лида вместе с детьми переехала к Платону. У него большая трехкомнатная квартира. А жилплощадь Лиды решено было сдавать, чтобы иметь дополнительный доход. Дети сначала отнеслись к чужому человеку настороженно, но приветливость и доброжелательность Платона быстро растопили их сердца. А бывший муж по-прежнему спивался со своей женой. Мать во всем винила Лиду. «Если бы она не развелась с ним, мой сын не стал бы алкоголиком», — говорила она соседка. Вот только непонятно, почему Лида должна была терпеть злобное, пьющее существо, в которое превратился ее муж?